Российский диктатор Владимир Путин был с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где встречался с наследным принцем Мохаммедом Бензайд Аль-Нахаяном в Абу-Даби. Давайте обсудим это и не только турне по Востоку. Восток – дело тонкое. А сейчас в нашем эфире... К нам присоединяется эксперт-международник, народный депутат Украины 6-го созыва Евгений Добряк. Евгений, рады приветствовать. Здравствуйте. Да, добрый вечер, взаимно. Евгений, Путин полетел в Эмираты, взял с собой сушки, которые его сопровождали, и приземлился в Эмиратах. Зачем, почему и какой важности этот визит? Во-первых, он был не только в Эмиратах, а и в Саудовской Арабии. Давайте просто с Эмиратов начнем. Да, начнем с Эмиратов. Значит, ну и, наверное, надо действительно разделить эти два визита в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. Какие преследовал цели Путин? Ну, основные две. Основные две. Первое – это сигнал Западу о том, что он может посещать не только бывшее постсоветское пространство и Китай, но и другие государства, в том числе, которые являются союзниками Запада, Соединенных Штатов, Великобритании и других государств. Ну и, соответственно, второй вопрос – это касаемый Палестино-Израильского конфликта, где он хочет все-таки каким-то образом получить ключи от Ближнего Востока, для того, чтобы каким-то образом, как член квартета Ближнего Восточного, все-таки Россия остается в Ближнего Восточном квартете, где куда входит Евросоюз, Соединенные Штаты, Россия, ООН и плюс Египет, где он может быть, выполнить роль миротворца. Ну, я думаю, это навряд ли у него получится. Почему Первые Объединенные Арабские Эмираты? Такая помпезная такая встреча, да, действительно. В Эмиратах его очень, я скажу откровенно, серьезно на высоком уровне встретили, начиная от сопровождения военно-воздушными силами Объединенных Арабских Эмиратов в воздушном пространстве Эмиратов при посадке в Абудами, дальше кортеж Путина, который направлялся в дворец Касыр-Аль-Ватан на встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бензайдом Аль-Нагаяном, сопровождали верблюды, арабские скакуны, били бубны, военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов в небе дважды оставляли следы российского флага и так далее и тому подобное. Почему? Ну, во-первых, Объединенные Арабские Эмираты на сегодняшний день главный торговый партнер России среди всех арабских государств, это раз. Второе, все-таки Россия для Объединенных Арабских Эмиратов сегодня это фактически дойная корова. Почему? Первое, огромное количество российских туристов, которые путешествуют в Эмираты, оставляют огромные деньги, там раз. Бизнесмены, которые уехали из России и ведут бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Дубае, и в Абудабе, и действительно тоже оставляют огромные деньги там. Ну и, естественно, это огромный хаб по обходу санкций, которые подсанкционные товары, которые через Эмираты проходят, и даже двойного назначения, и те, которые напрямую Россия не может купить в Америке, в Японии, в Евросоюзе и так далее, они проходят через Объединенные Арабские Эмираты. Естественно, это все выгодно Эмиратам, они зарабатывают огромные на этом деньги. Ну и, соответственно, еще с чем Путин пытается зайти в Объединенные Арабские Эмираты, это, возможно, с военно-техническим сотрудничеством, хотя я чуть-чуть попозже вам объясню, что это практически невозможно, хотя представляют новые их разработки, как они считают, это и антидроновая борьба, и новые системы радиоэлектронной борьбы и так далее. То есть, фактически, вот такая вот позиция по Объединенным Арабским Эмиратам. Действительно, для них это достаточно серьезный партнер в плане обхода санкций, в плане спасения их экономики, так же, как и Китай. Что касается Саудовской Аравии, что касается Саудовской Аравии, здесь сложнее. Ну, во-первых, прием не такой теплый был, он более прохладный. В аэропорту Эр-Рияда вечером Путина встречал представитель как бы четвертого уровня королевской семьи, да, тоже принц, но губернатор Эр-Рияда, Фейсал бен Бандар, бен Абдул-Эзиз аль-Сауд. И после этого Путин направился на встречу с кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом в дворец Ямама для проведения переговоров. Ну, я вам скажу так, единственный вопрос, главный, который интересовал Саудовскую Аравию и почему им важна была встреча с Путиным, это встреча в рамках ОПЕК+. Потому что были договоренности, уже которым около года, по поводу сокращения добычи нефти. Россия, как представитель ОПЕК+, в своих квотах должна была сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей. До сих пор этого не сделано. И фактически, наверное, не сможет этого сделать Россия, потому что у нее нет технических возможностей. Если Саудовская Аравия в реальном времени, в реальных возможностях может как повысить, так и сократить добычу нефти в кратчайшие сроки, в течение двух-трех недель, месяца, и повлиять на нефтяной рынок, то состояние нефтегазовой системы Российской Федерации очень плачевное. И сократить такое количество нефти они просто физически не могут, так же, как и увеличить. То есть это технические составляющие. Дальше, естественно, они обсудили вопрос Палестино-Израильского конфликта, так как все-таки Путин и Россия приняли в сторону Хамаса. Даже, я бы сказал, не арабов, а Хамаса. А, кстати говоря, и для Объединенных Арабских Эмиратов, и для Саудовской Аравии, и для Египта и Иордании сам Хамас, исламский джихад, есть токсичными организациями. И те же, та же Саудовская Аравия, и те же Объединенные Арабские Эмираты прекрасно понимают, что конфликт на Ближнем Востоке сегодняшний, который разразился, не без участия России и Ирана. А Иран и Россия – это сегодня ситуативные военно-стратегические партнеры. То есть здесь очень много есть вопросов. И даже вот там я наблюдал за такой интересным моментом, где Путин через переводчика Мухаммеду Бен Сальману сказал, мы же первая неарабская страна, ну Советский Союз имеется в виду, которая в 26-м году признала Саудовскую Аравию, когда Бен Сальман прервал переводчика и сказал, говорит, но мы же не были оккупированы. То есть мы были самостоятельное государство, мы просто объединили две большие территории. Вначале называлось не Королевство Саудовской Аравии, а в 26-м году называлось Объединенное Королевство Неджи и Хиджаза и Присоединенных Территорий. Только в 32-м году было создано Королевство Саудовской Аравии. Да, действительно, Советский Союз признал первым, ну а Россия является у нас же, они же говорят, что они правонаступники, но только Путин не сказал, что в 38-м году двух предов Советского Союза, Терапулова и Хакимова, Сталин расстрелял только за то, что они были мусульмане и были очень близки с королем-основателем Абдул-Азизом, Бин Абдул-Рахманом, Аль-Саудом. Вот и все. И тогда Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с СССР до 90-го года. И вообще не было никаких отношений. То есть об этом, то есть это тоже интересный такой факт. То есть что-то ждать серьезного от этого визита, мы не будем. Это в основном такой информационно-политический визит. Почему еще? Потому что фактически на сегодняшний день России и Путину предложить этим государствам что-то серьезное нет. Ни в инвестиционной сфере, ни в инновационной, ни в технологической, ни в военно-технической. Потому что и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия – это государства, архитектура и развитие которых создавалось западными государствами. В первую очередь это Соединенные Штаты и Великобритания. Это были всегда стратегические партнеры. Например, если мы возьмем военно-технический компонент. Основу, основу военно-технического потенциала и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов составляют вооружение и техника американского, британского, французского производства. Самые большие контракты, которые были в прошлом веке и в этом веке, это контракты между этими государствами и Соединенными Штатами и Великобритании. А наиболее крупный оружейный контракт за всю историю, который был зафиксирован, это 1985 год, Саудовская Аравия и Великобритания, когда Маргарет Тэтчер и тот король на тот период Фахид подписали соглашение, а затем крупнейший контракт Ямама на поставки истребителей торнадо, их обслуживания, которое работает до сего времени. Дальше во всем регионе, в странах Арабского Персидского залива находятся американские военные базы, база в Дохране в Саудовской Аравии, использование порта Янгу в Саудовской Аравии, это базы в Объединенных Арабских Эмиратах, это база 5-го флота в Бахрейне, это база в Катаре военно-воздушной, это база в Кувейте и так далее. То есть фактически пробиться невозможно. В технологическом инвестиционном аспекте Россия также не может ничего предложить этим государствам, потому что основу опять-таки, например, в нефтедобывающей промышленности, например, великая семерка сестер нефтедобывающих компаний мира, Эксомобил, Бритиш Петролиум, Шлемберже, Холиберден и так далее, они развивали все эти события. Ну и стратегическое партнерство основное, которое было между, например, Саудовской Аравией и США зафиксировано еще в 1945 году, когда король-основатель Абдул-Азиз бин Абдул-Рахман Аль-Сауд встретился с президентом Рузвельтом на крейсере Куинси у берегов Египта. Тогда была заключена стратегическая сделка, которая называлась в короткой формуле нефтвобмен на безопасность. Фактически 80 лет это стратегическое партнерство, оно существует, оно никуда не ушло. При всех сложных сегодня отношениях между странами Завива и Западом все равно это партнерство остается и единственным главным гарантом безопасности для этих государств есть Соединенные Штаты и Великобритания, присутствие их военных и их инструкторов, которые обучают военных Саудовской Аравии, Эмиратов и так далее. То есть фактически России здесь делать нечего. Да и вот я обратил внимание даже вот в Саудии, когда делегации, наследный принц здоровался с представителями российской делегации, я обратил внимание, как он поздоровался с Кадыровым. То есть это тоже был такой показательный момент, все было на расстоянии, даже не остановился возле него и прошел дальше. Ну то есть тут очень много факторов. Поэтому это не есть то-то сверхъестественное. Мы не можем ожидать каких-то переломных моментов. Это просто вот такой информационно-политический визит, который не несет за собой глубокой какой-то составляющей практической части. Евгений, в таком случае почему бы и Объединенным Арабским Эмиратом, и Саудовской Аравии просто не отказать в подобном визите Путину? К чему пафосный прием в УАЭ? К чему встреча с Мухаммадом Бюн Салманом в Саудовской Аравии? Ну, я же вам объяснил ситуацию по поводу ОПЕК плюс, раз, это Саудовская Аравия, это единственный вопрос. Это главный фактор, который по сути и сработал здесь, да? То есть нефть, а значит вопросы нефти. Да, это первый. Да. А второй вопрос, по Объединенным Арабским Эмиратам, я же вам сказал, это, я же говорю, Россия сегодня для Эмиратов это дойная корова плюс. По всем параметрам, которые мы перечислили. И туристы, и бизнес, и хаб обхода санкций и так далее. Хотя уже на сегодняшний день западное государство предупреждает Объединенные Арабские Эмираты о том, чтобы их компании и их действия в бизнес-аспекте, где есть обход санкций, и в особенности товаров двойного назначения, что могут быть санкции и против эмиратских компаний. Кстати говоря, против определенных компаний, которые связаны с танкерным флотом, вы знаете, введено против двух, по-моему, эмиратских компаний, введены санкции по поводу того, что они предоставляли услугам по транспортировке российской нефти. Евгений, еще одна восточная страна, Иран, сегодня произошла встреча Путина и Ибрахима Раиси в Москве, и Путин заявил о том, что российско-иранские отношения быстро и продуктивно развиваются, но мы не понаслышкам знаем, как развиваются их отношения, слышим, наблюдаем и на себе ощущаем развитие этих отношений. Как бы вы охарактеризовали эту встречу, какие цели были поставлены и были ли они достигнуты? До конца мы не знаем, достигнуты или нет, но самое то, что касается Украины и в плане безопасности, это вопрос передачи Ираном баллистических ракет, которые, ну, малой дальности, но которые для нас имеют огромное стратегическое значение в плане безопасности и угрозы для нас, да, для наших объектов, для нашей территории. Насколько мне известно, и западная разведка давала эту информацию, что фактически эта договоренность достигнута, Россия готова передавать уже Су-35, Ми-28 вертолеты Ирану и ущебно-тренировочные Яки-130, да, это есть такая ситуация и, скорее всего, они этот вопрос обсуждали, поэтому здесь, ну, мы можем, да, действительно получить вот такой негативный результат. С другой стороны, конечно же, все равно мы должны учитывать, что Иран, Россия, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Сирия это вот те государства в оси зла под патронатом Китая, которые на сегодняшний день находятся. И пока эта ось зла действует и дестабилизирует ситуацию в разных регионах мира, естественно, вот это сотрудничество военно-техническое в первую очередь и вопрос обхода санкций вместе Иран-Россия, действительно, они пока будут существовать. Естественно, да, это для нас плохо, да, это угроза. Посмотрим, понаблюдаем, но пока подтверждения нету, что ФАТА-110 из Ульфикар-ракеты будут переданы России, но фактаж показывает то, что Россия готова это сделать. Плюс мы не должны исключать тот момент, что Россия единственное государство, которое может передать последние технологии для получения полноценного ядерного оружия для Ирана. Это тоже надо учитывать. А после подобных встреч, как, например, с РАИСИ в Москве, кто еще больше отдалился от Российской Федерации? Как вы считаете, Евгений? Вы имеете в виду, отдалился... На дипломатическом уровне, на уровне сотрудничества с этим государством? Мы прекрасно понимаем, что, да, на сегодняшний день Россия находится в любом случае в большой глобальной изоляции. Мы видим, какие государства идут на контакт с Россией, да, но даже, вот обратите внимание, например, та же Бразилия не может гарантировать, да, Путину безопасность. Да, ты приезжай, но могут быть проблемы, да, по поводу двадцатки, например, и так далее. То есть страны запада, страны цивилизованные, страны демократические, да, они действительно, они в любом случае Россию держат в изоляции и держат на расстоянии. Да, партнерами являются ось зла России, это понятно, и они с ней сотрудничают. Ну, естественно, некоторые государства в центральной Азии бывшего постсоветского пространства. Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Да, естественно, это как бы исторически пока связано. Но все будет зависеть от дальнейших событий, которые будут происходить в Украине, в Украине на поле боя. От этого будет зависеть дальнейшая вся ситуация, связанная с Россией. Евгений, пока Путин летал в Китай, ой, простите, на Восток, да, на Ближний Восток, да, Лукашенко полетел в Китай. Хочется еще ваше мнение по поводу этого визита услышать? Это обычный визит рабочий в рамках того партнерства, которое было задекларировано в результате государственного визита, который Лукашенко совершил в прошлом году в Пекин. Каких-то либо тоже определенных нюансов я здесь не вижу. Почему? Потому что Беларусь немножко утратила тот большой интерес, который был у Китая к ней. А здесь мы должны сказать о чем? О том, что Беларусь рассматривалась как одна из частей северной ветки шелкового пути. Это проект Си Цзиньпина, это его детище, где северная, крайне северная ветка, она была так, это Китай, Казахстан, Россия, Беларусь и Европа. Вторая ветка это была Китай, Казахстан, Россия, Украина. Ну, понятное дело по определенным причинам, это тоже сорвалась, эта ситуация. И фактически сегодня, ну, и по товарообороту, и по сотрудничеству, естественно, здесь каких-то прорывных моментов мы тоже не видим. Главный интерес, который был у Китая к Беларуси, это как часть логистического транзитного большого пути, который разрабатывал Пекин. Все остальное это, опять-таки, информационная составляющая, которая не имеет огромного значения. Даже по тому интересу товарных позиций, которые были интересны Китаю, калийные удобрения, да, которые сейчас экспорт из Беларуси снизился. Поэтому, ну, а говорить о каких-то особых взаимодействиях, практических, я не вижу. Понятно. Спасибо большое, Евгений, за то, что присоединялись к нашему эфиру, за этот интереснейший разговор. Евгений Добряк, народный депутат Украины, шестого созыва, эксперт международник специально для телеканала Freedom. Большое спасибо.